Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Январь подходит к концу, близится февраль, и наверняка у многих уже чешутся ручки начать проращивать черенки винограда. Сегодня мы как раз таки с вами и поговорим об оптимальных сроках этого самого проращивания. Есть достаточно устойчивое мнение, что вот чем раньше мы начнем, тем саженец будет крепче, сильнее, у него будет больше шансов вызреть лозу к осени, ну и так далее. Так вот, я вам скажу, что это миф. Хотя мы неоднократно в наших видео рекомендовали начинать проращивать черенки примерно в середине февраля, но все же наш опыт вот этими ручками было пророщено достаточно много черенков, чтобы сделать определенные выводы. Так вот, чем позже мы начнем проращивать, тем лучше. И сейчас я объясню, почему. Правда оговорюсь, моей задачей не стоит кого-то переубеждать. Переубеждение – это вообще вещь крайне неблагодарная. Если кто-то вот твердо считает, что ему нужно делать так, ну, ваше право. Это видео я снимаю для тех, кто готов прислушиваться к советам, кто ищет каких-то советов и рекомендаций. Итак, почему не стоит проращивать рано? Сейчас январь, и даже февраль, и даже март, ну, на самом деле, не самое благоприятное условие для проращивания. Если мы не используем какие-то специальные устройства, например, кельчеватор. Для тех, кто не знает, что такое кельчеватор. Это некое устройство, которое нам позволяет подогреть низ черенка, там, где должны образовываться корни, примерно там 20 с хвостиком градусов. Это такая оптимальная температура для того, чтобы корешки начали развиваться. А верх при этом, наша задача, чтобы он был в прохладной температуре, то есть надо создать разницу. Тогда черенок все отдает на корешки, вверх еще спит, ну, а потом такому черенку будет легче расти в дальнейшем. Так вот, если мы не используем специальные вот такие вот вещи, то сейчас в наших квартирах могут быть достаточно неблагоприятные условия. Либо у нас как бы везде тепло и сухой воздух, либо, ну, часто мы где-то проращивают? На подоконниках. И на подоконниках, а то кондует, и там как раз-таки может быть прохладно. Не буду даже показывать кадры. В прошлом году я такие, ну, экспериментальные всякие обычные вещи делаю. В этом году я даже не стала этого делать, потому что, еще раз повторюсь, я не считаю нужным кого-то переубеждать, кому-то что-то доказывать. Кто хочет, да, услышать вот какую-то рекомендацию, тот и поверить на слово, не надо тут всех этих танцев. Так вот, ставила как раз-таки где-то конец января, но специально мне для видео нужно было проращивание, и прорастало все, ну, наверное, месяц, а может и дольше. То есть очень долго, и прям вот я удивлялась, ну, почему так? И даже прекрасные толстые, ну, такие хорошие, крепкие, толстые черенки, некоторые вообще не проросли. Хотя это были нормальные, вызревшие, живые черенки. Потому что я знаю, что есть, опять же, куча комментаторов, которые напишут, что у вас были еруновые черенки, там невызревшие, еще что-то. Ребят, я умею отличать хорошие черенки от плохих. И, в принципе, там особого ума для этого не надо. Так вот, кое-что даже вообще не проросло. Почему? Прохладно. А к тому же растение, даже вот этот отрезанный кусочек, он все равно чувствует определенные, вот, как это правильно сказать, условия, да. И, ну, конечно, он может прорастать, но это будет как бы против его воли, против его силы. То есть, если мы не используем кельчеватор, ну, условия неблагоприятны. И даже если мы используем кельчеватор, ну, хорошо, у нас, допустим, все укоренилось. Что дальше? Вот очень рекомендую сейчас посмотреть за окном. Что у нас за окном? У нас за окном серый-серый день. И сейчас вот примерно полдень. Для того, чтобы снять это видео, у меня тут вокруг везде включено освещение. Потому что иначе, если я его не буду включать, хотя вот там находится окошко, ну, я буду очень страшной. Будет темно. То есть сейчас солнца очень мало. И когда мы начинаем проращивать, да, у нас корешки пошли, так надо же, чтобы шли вершки. Ну, начинают расти. Света мало. Световой день еще короткий. Более того, в наших квартирах включено отопление. Отопление создает сухой воздух, который крайне неблагоприятен для растений. Кстати, даже если мы проращиваем, вот еще только проращиваем наши черенки. Опять же, у нас работает отопление. Тоже вот этот сухой воздух, он неблагоприятно воздействует на наши вот эти черенки. И вместо того, чтобы им отдавать силы на пуск, да, рост вершков и корешков, они начинают бороться вот с этим неблагоприятным явлением. Часто бывает, что корешки появились, почка не проснулась. Ну, тоже начинается поиск виноватых, что вот это там торец продал плохой черенок. Нет. У вас неблагоприятные условия сложились, и почка может не открыться. Может открыться, потом запасная. Может не открыться вообще, да, такое бывает. И тут я еще хочу обратить ваше внимание на то, как часто рассказывают там суперспособы укоренения, стопроцентное проращивание. Стопроцентного проращивания не бывает. Все зависит от выборки. Если знаете немножко, что такое наука статистика, то знаете, что такое выборка. Если мы проращиваем один черенок, он у нас пророс, это стопроцентное проращивание. Когда мы проращиваем 10, 20, 30, 40, 50, 100, то вот там уже вероятность 100% гораздо ниже. Потому что выборка гораздо больше. Я вам, кстати, оставлю ссылку на видео, которое я снимала в прошлой весной, как прорастают черенки как раз-таки в идеальных условиях. Кельчеваторе. Это были черенки разных сортов. В прошлом году мы порядка 100 новых сортов посадили для себя. И вот как раз-таки их я показываю, насколько они по-разному укоренятся. Даже бывает один черенок разрезанный на два, и один хорошо укоренятся, другой нет. Но лучше это посмотреть своими глазами. Ссылку я оставлю. Так вот, что у нас происходит? Кроме того, что сами по себе черенки могут не очень хорошо прорастать. И это не проблема черенков, а проблема условий. Раз. Когда они прорастают, мы их садим в горшочки. И на самом деле начинается борьба за выживание. Темно. Раз. Сухой воздух. Два. Может быть еще то недосохло, то перелилось что-то. Создать оптимальные условия в маленьком объеме земли крайне-крайне сложно. Как бы мы ни старались максимально почву подобрать, мы где-то можем ошибиться. Более того, если мы укореняем разные сорта, они по-разному могут реагировать на почву. Расскажу случай из нашего опыта. Один год мы вот так вот поставили проращивать. И одни сорта, ну шикарные, были большие, хорошие, красивые саженцы. Тоже зигиреба, который в принципе слаборослый. У него были мощнейшие, красивейшие саженцы. А вэльянд, который вообще по идее должен, ну как сорняк расти, да, у него хорошая сила роста и прекрасная выживаемость. Практически все погибло. Буквально пару штук осталось. И когда я нам высаживала вэльянд, это был вот такой вот малюсенький росточек, находящийся на грани жизни и смерти. Почва. Знаете, для одних вот кислотность или щелочность, да, вот этот вот кислотно-щелочной баланс, оказался подходящий, вот зигиреба европейский, ему было классно. А американцу вэльянду это не понравилось. И все. Понимаете, Черенок вот первое время, он живет за счет запасов своих питательных веществ. И вот мы его посадили рано, и у него начинается борьба за выживание. Вот он из питательных веществ тратит на то, чтобы выжить. Повторюсь еще раз. Темно, сухо, в почве может быть не тот состав, он не может нормально работать. Можем переувлажнить. Плохо вообще не любят переувлажнение, часто сгнивают корни. И вот когда начинается сезон проращивания, часто на форме виноградарей, начинается ай-яй-яй, что делать, что делать, что делать. Не проращивать рано. Самый простой совет. Потому что чуть-чуть вы перелили, все. Начинают корни изогниваться. Тоже буквально недавно под каким-то из старых роликов кто-то написал. Надо проливать фитоспорином, чтобы корни не гнили. Напрашивается тут какая-нибудь фраза. Да можешь себе хоть сто раз пролить фитоспорином, хоть фитоспорин посадить. Если будет переувлажнение, корни не могут жить. Они загнивают не потому, что там гнили сидят. Они загнивают потому, что они жить не могут. Точно так же, если мы переборщили с укоренителями, тоже в каком-то году я показывала, могут быть обалденно классные корни, прям щетка такая метелка огромная. Гормонов слишком много, почка не открывается. Эти корни потом погибают. Они тоже загниваются. И вы там с фитоспоринами можете хоть залиться. Толку с этого не будет никакого. Понимаете, надо создавать оптимальные условия. Опять же, от сухого воздуха что появляется? Аэдема. Даже показывать не буду. Что это такое? Начинает крючиться листик. На обратной стороне появляются такие пупырышки. Кто-то начинает думать, что это клещ. Начинает обрабатывать чем-то. Это сухой воздух. И вы можете обрабатывать, хоть дообрабатываться. Пока не будет нормальной влажности, у вас будут такие листья. Более того, такие листья не могут нормально работать. И, соответственно, вот эта маленькая растенница, она не может нормально жить. Также часто бывает, что в квартирах, опять же, сухого воздуха появляется аидиум на молодых саженцах. Опять же, это плохо. И это не вопрос того, что вот там больные черенки вам продали. Вся вот эта вот штука болезненная, она везде. Она витает в воздухе. Она может быть где-то в почве. Ну, везде-везде, да. Поэтому появлению этих болезней способствуют условия. И опять же, что тогда делать? Да, можно обрабатывать все, можно лечить. Но растение испытывает стресс. И дальше, даже если у нас вот как бы все классно сложилось, мы смогли обеспечить нам нормальный свет, нормальную влажность, нормальную почву. Вот мы в середине февраля, допустим, посадили, там 2-3 недели у нас укоренилось, мы в начале марта, в середине посадили в стаканчик. У нас получается еще середина апреля, середина мая, где-то 2 месяца до высадки в открытый грунт. Ну, там плюс-минус в разных регионах, плюс в каждый сезон весна немножко разная. И вот у нас эти 2 месяца, да, это может быть борьба за выживание. Раз, ну, вы молодцы, у вас все классно сложилось, все супер, вас вымыхали вот такие огромные саженцы. Так вот, когда вы их будете высаживать в открытый грунт, они будут испытывать огромнейший стресс. Потому что, опять же, они жили в определенных условиях, А вы их переносите совсем в условия другие, для них чуждые, даже та же влажность воздуха, жара, еще что-то. Да, все мы знаем приемы закаливания, ну, сколько вот надо приложить усилий, да, чтобы там выставлять на 5 минуточек, на 10 минуточек. Вот это бесконечная беготня, то есть, ну, нам надо прорастить пару черенков, да, И мы с ними, ну, с маленькими детьми, не каждый так возится, постоянно что-то делаем. Оно нам надо? Нет, ну, конечно, опять же, каждый может распоряжаться своим временем по словам. Ну, это такой, простите, мартышкин труд на самом деле. Так вот, чем больше вот эта зеленая масса, тем сложнее ему будет перенести пересадку. Да, мы тоже рекомендуем всегда накрыть вам бодиком на пару неделек, чтобы все это адаптировалось. Как бы это наиболее простой вариант, но в любом случае, чем меньше у нас будет росточек, тем ему будет легче. Потому что листовая масса еще небольшая, испарений мало, все это, ну, только-только начало работать, еще и запас питательных веществ в черенке, ему будет легко. Как только этого много, все, страдать он будет гораздо больше, он может просто стоять на месте вплоть до осени. То есть от того, что он будет очень большой, ну, не факт, что, как бы, то есть это не плюс, это скорее может быть минусом. А теперь вот маленькая вставочка с прошлого года, я вам покажу разницу в саженцах, которые проращивались одни, я там скажу, когда, и вторые. И вот посмотрите, реально, как бы, есть ли разница. Вот смотрите, пример и разница между черенками, которые были поставлены на пророст рано, и черенками, поставленными на пророст поздно. Один и тот же сорт, еды гагалинаса. Вот этот черенок я ставила специально для съемок, для укоренения. Где-то середина, даже начало февраля укоренялся он на воде. Видим, примерно такой толстоватый хороший черенок. И вот такой зеленый побег. А вот, смотрите, та же еды гагалинас, примерно, ну, плюс-минус такой же черенок, был поставлен на укоренение в кельчеватор где-то в середине марта, и месяц стоял в кельчеваторе. Высадили мы его где-то в десятых числах апреля, вот месяц он растет, да, то есть сколько этот растет, да, И сколько этот разница, ну, посмотрите, вот дальше тоже эта ядвига, ее практически нет. Даже те, которые были поставлены позже, выглядят они лучше. Вот вам и раннее укоренение. То есть, как видите, разницы абсолютно никакой. Так смысл был проращивать раньше? Ну, тоже никакого. Когда же оптимально проращивать? На самом деле, примерно середина апреля. Можно начинать уже светло, уже тепло. В некоторых регионах уже может быть даже отключено отопление, нет такого сухого воздуха. То есть, создаются благоприятные условия. И дальше, в принципе, можно сразу, вот оно начало у нас прорастать, да, появились корешки, появились вершки. Можно высаживать в открытый грунт, если условия позволят. Если земля нормально прогрелась, да, если у нас уже хорошие теплые солнечные дни, нет опасностей заморозков, можно сразу высаживать в открытый грунт. Кто-то мне скажет, ну, как вот у нас там холодный регион, да пока прогреется. Слушайте, ну, как бы, мы человеки разумные, да. И вот можно просто взять и подумать, а что мы можем сделать. Например, вот у нас есть место, да, мы подготовили, куда мы планируем высаживать наш виноград. Кто нам мешает положить туда черную пленку, чтобы земля там лучше прогрелась. Ну, никто не мешает. Кто нам мешает, когда мы вот этот высадим, да, еще создать ему оптимальные условия, создать тепличку из того же спонгода. Вы там можете подержать неделю, две, три, четыре, сколько захотите, да. Ну, ему будет проще. Это сделать нам, на самом деле, никто не мешает. Это все, ну, по щелчку пальца. Было бы желание. Конечно, может случиться так. Последние годы у нас весны какие-то очень странные, да. И вот этот, ну, как бы, срок, когда нам надо начать проращивать, очень тяжело подгадать. Вот поставили мы в середине апреля. У нас все идет классно, все идет супер. Там через две-три недельки пошли корешки. Примерно там, да, к 9 мая у нас уже что-то более-менее есть. А у нас там до 20-го еще погода вообще непонятно, какая заморозки могут быть. Да, бывает. Высаживаю в горшочке, ничего страшного. Ну, смотрите, а время, да, с февраля, с марта. Сколько вот мы считали, месяца два в горшочках и пару недель. Это две большие разницы. То есть пару недель, ну, вполне вот этому малышу будет нормально посидеть в этом горшочке. Он не потратит столько времени, столько сил на то, чтобы поддержать себя. Плюс все равно уже хотя бы светло. Да, можно заниматься подсветками. Но, знаете, как ни крути, ни одна подсветка, она не даст такого эффекта, как, естественно, освещение. А даже вот с той же влажностью, как бы мы там тоже баловались и с измерителями влажности. Ну, много-много с чем. Но вот в открытом грунте, да, если мы вот малыша высадили в открытый грунт, и там ему нормально. Там он, даже если идут дожди, он не переувлажняется сильно. Если достаточно сухо, он все равно так не пересыхает, как в маленьком объеме. Поэтому, ну, если, как бы, есть такая необходимость, мы можем подержать в маленьком объеме буквально вот, ну, там, до высадки. Да, при этом, опять же, подготовить. Вот черную пленочку просто постелили. Солнышко прогрело. И в тепленькое посадили, если еще сверху накроете. Ну, все шикарно. И, повторюсь, я уже говорила это некоторое время назад, что вот этим малышам адаптироваться будет гораздо проще. И надо бояться, что они не успеют. Они успеют. Они не тратили свои силы на то, чтобы вот как-то поддержать свою жизнь, да, на то, чтобы выжить. И часто вот мы замечали, что если высаживаешь малышей, у них практически нет периода адаптации. Вот мы их спонбондиком накрыли, через две недели их открываем, они уже в рост пошли. У них уже все нормально. А те, которые побольше бывают, открываешь, ну, и видишь, что он стоит на месте. Так что не надо этого бояться. И не буду делать эти вставки. Где-то исходники уже удалены. Но несколько раз я рассказывала. Вот Кузани куст, там два даже, я все их показываю. Когда-то я их высаживала вот такими вот малышами. Было два или три листика, меньше пятикопеечного нет. И на следующий год я уже получила с них урожай. Вейлен тоже, ну, такой малюсенький, замоченный высадили. И на следующий год уже получили с него урожай. То есть, если создаются в дальнейшем благоприятные условия, то даже вот эти маленькие замученные, даже там, которые у вас страдали, да, они пойдут в рост и нормально успеют догонят. И часто они перегоняют тех, которые мы высаживали большими и красивыми. Поэтому не стремитесь к этому. Стремитесь к созданию оптимальных условий. Если вы вот боитесь, что ваши черенки, вот, может, сейчас их начать проращивать, потому что, может, они не долежат, может, они пересохнут. Вот, если волнуетесь, возьмите сейчас ваши черенки, раскрутите, на часик водичку поставьте. Все, они водичкой подпитаются, и назад их закрутите. И все с ними будет хорошо. Ну, либо можно не пяточками поставить, можно водичку положить, только не держите долго, чтобы уже там почки набухали. Это тоже не очень хорошо, все-таки им еще надо полежать. А буквально вот часть подержали, да, сушили и назад в холодильничек сложили. Вообще, те же черенки, например, для прививок, они хранятся в стройч-пленках в холодильниках и лежат даже до конца мая. И прекрасно потом прививки прорастают, так что не надо этого бояться. Ну, просто создавайте, конечно, оптимальные условия для хранения. И повторю, что если чего-то опасаетесь, возьмите, достаньте сейчас немножко, дайте им влаги, и все с ними будет хорошо. И буквально пару слов про способы проращивания. Очень многие любят проращивать на воде. Да, этот способ, скажем так, самый простой, но далеко не самый эффективный с нашей точки зрения, исходя из нашего опыта. А опыта у нас достаточный для того, чтобы это утверждать. И не один год я проводила специальные эксперименты. На воде прорастает дольше. Это раз. И на воде иногда бывает так, что пробуждается почка, начинает расти побег, а корней не появляется вообще. Да, такое тоже бывает. Поэтому, когда вы укореняете на воде, имейте это в виду. И если у вас сложилась такая ситуация, это не продавец черенков и на ват. Это влияние способа укоренения. Наиболее оптимальное с нашей точки зрения, это проращивание во влажно-воздушных средах. Это влажные опилки, влажное кокосовое волокно. Но если мы проращиваем в квартирах, то надо иметь в виду, что может быть сухой воздух, возможно пересыхание почки. То есть об этом тоже надо немного позаботиться. А стоит ли использовать специальные стимуляторы корнеобразования? Да, возможно их использовать, но надо быть аккуратными, потому что передозировка может привести к плачевным последствиям. Вы получите палки с корнями, которые никогда в дальнейшем жить не будут. Ну и самое главное, наберитесь терпения. А я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще. Оставляю ссылки на другие полезные ролики, наши контакты и ссылку на каталог наших сортов винограда. До новых встреч!